Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам, наконец-таки, расскажу обратную сторону YouTube-канала и о том, каково это быть классно видеоблогерам. В этот раз я сделаю некий дисклеймер, некое предупреждение, что видео поймут далеко не все, поскольку не каждый может поставить себя на место других и прочувствовать те самые ситуации. Если вы вдруг в этом видео ждете что-то новое в Xbox, нет, речь пойдет только о том, каково вести YouTube-канал, об обратной его стороне, обо всем этом процессе, о заработке и о всем, о всем, о всем. Также рекомендую ролик смотреть от начала до конца, чтобы понять все так, как оно действительно имелось в виду, а не через жопу, как многие это делают, там, включили на пару минут, вырвали фразу из контекста, потом все обосрали и, короче, не надо так. И ролик будет максимально честным и открытым. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится мое творчество. Спасибо. Начнем с того, что каждый, кто смотрит мой канал, а может быть и не смотрит, а просто когда-то пробегает, скорее всего думает, что все, что достигнуто, хотя, в принципе, достигнуто не очень много, получилось это все внезапно, по случайности, я тоже так могу, и в этом нет ничего такого. На самом деле есть, и каждый канал, в том числе и мой, это долгая, кропотливая работа. Многим те самые блогеры кажутся простыми трутнями, которые сутками ничего не делают и записывают какую-то ерунду, и потом называют это контентом. На самом деле, мне тоже так казалось, что это довольно здорово, прикольно и в то же время легко, но на самом деле это далеко не так, и не каждому это дано. Каждый контент и каждый видос, он требует усилия и времени, потому что он не появляется просто так извне. Во-первых, нужно придумать идею. Во-вторых, написать текст, записать голос по этому тексту, подобрать видеоряд или отснять его и сопоставить с тем звуком, который ты записал, смонтировать, подобрать музыку, сделать еще так, чтобы ее не заблокировали, чтобы не слетела монетизация, добавить эффекты в тему, может придумать какие-то шутки, зарендерить, залить видос, придумать название, поставить хэштеги, делать конечные заставки и так далее, и в итоге опубликовать. И при всем при этом, нужно постараться сделать так, чтобы никто не обиделся, все все поняли правильно, и самое главное, чтобы этот видос хотя бы посмотрели. Со стороны, опять же, может быть, звучит это все легко, но люди, которые не добиваются 100к и 200 тысяч подписчиков, делают все это сами, поскольку платить за всю эту работу дорого, и по сути, ты с этого тогда вообще ничего не заработаешь. И если вы все еще думаете, что это легко, тогда заводите канал, делайте контент, сделайте хотя бы 100 видосов, и самое главное, сделайте так, чтобы ваши видосы хотя бы смотрели. На самом деле, это не так просто, как кажется. Да, есть типы людей, которые одарены возможностью разговаривать долго, не перебиваясь, так скажем, заканчивать свою мысль, но лично я не такой. Когда я говорю и говорю без заучивания текста, я очень много ошибаюсь, говорю что-то лишнее и вообще забываясь о чем я. Поэтому я пишу для каждого видоса сценарий, кстати, для этого тоже я писал, или же некий текст, которого я должен придерживаться. И каждый раз, когда ты пишешь текст, ты его должен раз 10, 15, 20 прочитать, чтобы все было нормально. И как бы глупо это ни звучало, но текст нужно еще написать таким образом, чтобы его поняли так, как ты хотел, а не шиворот на выворот. Просто под моими видосами, под видосами многих, есть комментаторы, которые вообще не поняли смысл видоса, я даже не знаю, как они слушали. Но они пишут какую-то херь, пытаются как-то обосрать, и, короче, донести реальный смысл на самом деле сложнее, чем вы думаете. Что касаемо записи, тут тоже приходится попотеть. Поскольку написать текст – это одно, а вот озвучить его – это совершенно другое. Когда идет запись микрофона, это полдела, поскольку перед тобой экран, ты видишь текст, и ты его читаешь, и даже при этом я капец сколько раз ошибаюсь. К примеру, ролик, который идет 10 минут, на записи у меня выходит около 30 минут. Да, я ошибаюсь очень часто, потому что у меня заплетается язык. И чтобы такого не было, я одну фразу повторяю несколько раз, а потом при монтаже выбираю лучший вариант. Просто выведите готовый вариант без каких-либо ошибок, а по факту я тысячу раз до этого момента ошибся и все это перезаписал. Когда я говорю и не идет сегодня, то я очень... Также рекомендую... Каждый видос и... Чутельку. Блядь, откуда взялось чутельку, если я на него... Я вот не волнуюсь сегодня, а у меня язык сплетается. Что в этом приложении сложно? И теперь еще раз подумайте, какой это объем работы. Просто вспоминая многих людей, типа у меня плохая дикция, у меня не получится. Ребят, нет ничего невозможного. И несмотря на то, что вот у меня есть дефект речи, да, грубо говоря, я развиваюсь, я делаю, и по сути итоговый вариант у меня получается нормальный. Кроме самих действий для создания видеоролика, нужно найти и время для всего этого, поскольку времени на самом деле очень мало. Ну, просто считайте, у меня 8-часовой рабочий день, работаю я без выходных, и при всем при этом мне нужно найти время, чтобы записать видео и просто заняться любимым делом, а именно ютубом. Ютуб, по сути, стал моей второй работой, за счет которого я делаю что-то интересное, в то же время я морально отдыхаю, и в то же время я зарабатываю себе копеечку на хлеб. Ни в коем случае не думать, что это какое-то нытью или давление на жалость, нет. Это просто история, которая идет за каналом, которая видна не всем, а лишь тем, кто со мной тесно общается, или же просто кто до этого догадывается. И как вы поняли, ютубер тоже еще работает помимо ютуба на простой работе, и да, такое тоже бывает. И теперь вспомните себя после работы, ведь иногда хочется что-то посмотреть, ничего не делать, потупить, и иногда явно не хочется что-либо делать, поскольку на это просто нету сил. Но при всем при этом мне нравится ютуб, я хочу развить канал, поэтому несмотря на свою усталость, там плохое настроение или даже на хейт, я продолжаю это делать, поскольку у меня есть цель, и еще раз повторяю, мне это нравится. Многие, может быть, и не знают, но в течение 2-3 лет я записывал видео на старом лагающем ПК, записывал свой голос на диктофон телефона, а геймплей я записывал через функцию Xbox Game DVR. Мало кто знает, что те же самые видосы, на которые я убивал больше 6 часов работы, у меня просто слетали, и я их переделывал с нуля. И все это было не поводом для того, чтобы остановиться или не делать вообще, поскольку, опять же, мне это нравится, и у меня есть цель. Те, кто думает, что те, кто заливает видосы на ютуб, уже успешные и богатые, это далеко не так. Можно стать таким, но до этого момента нужно херачить так, как ты не херачил никогда. Поскольку все это, это реально большой труд, и несмотря на то, что вы снимаете интересный, в то же время хайповый, по своему мнению, контент, он может быть просто никому не показан. Или же просто обосран теми, кто его все-таки посмотрел, и да, такое тоже бывает. По своему опыту скажу, что чем больше канал становится, чем больше становится аудитории, тем больше, к сожалению, появляется неадекватов, людей, которые желают тебе зла, как-то пытаются обидеть, и хотя, в принципе, ты им ничего плохого не сделал. И, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем тем, кому нравится мой контент, нравится то, что я делаю, большое спасибо вам за поддержку, да и просто большое человеческое спасибо вам, ребят. И, по сути, если бы не вы, то каналу бы не было смысла развиваться и что-либо делать дальше, поскольку его бы никто не смотрел. Поэтому, ребят, большое вам еще раз спасибо. И знаете, самое непонятное мне в этой области то, зачем люди пытаются агрессировать на контент-мейкеров. Делая контент, я встретил очень много всяких людей, которые желали мне зла, как-то пытались обидеть, и я не понимаю зачем, ведь я их лично не знаю, и, по сути, в моих видосах посыл не агрессивный. Но при этом всем все равно находятся индивидуумы, которые пытаются обосрать и в комментах, и в группе, и я не понимаю зачем. Если вдруг кому-то что-то не нравится, он это не смотрит, ну, по сути, логично. Но при введении канала видится совершенно другая ситуация. И знаете, я пришел к выводу, что, видимо, они как-то пытаются как-то удовлетворить свои внутренние потребности, или как-то самоутвердиться. Короче, странные. И знаете, самое главное, что я понял при введении канала, это то, что нереально, невозможно понравиться абсолютно всем, что бы ты ни делал. И поэтому, смотря на все эти ситуации, ты стараешься не обращать на них внимания и просто идти дальше. И глядя на это, многие могут сказать, что человек, занимаясь ютубом или другой медиа деятельностью, у него появляется какая-то чсвшность, борзость, там, он стал звездой и так далее. И при этом многие думают, что человек, занимаясь ютубом или другой медиа деятельностью, ловит звезду, там, он становится борзым, там, он зазнается и так далее. Типа, капец, он зазнался, он не отвечает в ЛС, хотя вы, в принципе, даже не думаете, что пишут десятки таких людей, и на всех просто не хватает времени, потому что у всех есть свои дела. И знаете, при всем при этом, многие не замечают, как аудитория вынуждает блогера на агрессию. Это, знаете, по сути, как в фильме Джокер. Если не смотрели, гляньте, это некая правда жизни, что общество немножко меняет людей в другую сторону. И все дело в том, что люди иногда не ценят доброты, они не понимают доброты. И, ведя деятельность на ютубе, иногда быть выгоднее злым, к сожалению, и посылать изначально всех нахер, чтобы все к этому привыкли. Типа, блин, он меня послал нахер, хотя, в принципе, а что от него ожидать, он всех шлет нахер. Но если же это сделаю я, априори добрый парень, отвечая на агрессию, многие скажут, Джамбо, да ты зазнался, спусти с небес, как ты разговариваешь со своими подписчиками. Хотя при этом я ему ответил на агрессию. Многие, опять же, не понимают доброты и воспринимают ее как заслабость, и понимают только лишь язык агрессии. А другие, кто не особо знаком с моей личностью, они видят это все снаружи. Типа, вот охереть, он сознался. Просто, опять же, люди не ставят себя на место других и видят ситуацию внешне. Это, знаете, как в ситуации с бабушкой и с большим мужиком. Бабушка, к примеру, у него может скоммунистить телефон, он это заметит, будет пытаться отобрать его обратно. Но люди, которые будут видеть эту ситуацию, скорее всего, накинутся на бугая и скажут, «Эй, наглец, зачем ты пытаешься отобрать у бабушки телефон, а? Ведь она такая беззащитная и не смогла бы это сделать». То есть, иногда ситуации не такие, как кажутся. Знаете, на канале и в группе есть несколько человек, которые, ну, просто терпеть меня не могут. И при этом все ждут и пытаются меня как-то обосрать, обидеть или, ну, короче, как-то подгадить. Но чаще всего у них это сделать не получается, поскольку я уже заведомо знаю, что это тот индивид, который пытается вывести меня на агрессию. Но, опять же, зачем это делать, я пока не знаю, короче, пофиг на это. И как вы поняли, приведение канала — это не всегда радость и похвала, но еще и хейт. И чаще всего он необоснованный. А многие этого не замечают, и, честно сказать, пропускать это через себя иногда нелегко. Просто представьте, если бы вам в ЛС писали множество людей какую-нибудь херню. И как бы вы реагировали, если бы за ваш труд, за ваше мнение писали бы вам, что вы долбоеб. Честно скажу, это малоприятно, но это нормально для сети, поскольку всем понравится просто нереально. И при всем при этом я пытаюсь относиться к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне. Но, к сожалению, даже это иногда не спасает. Я на ютубе и вконтакте уже более трех лет, и я понял, что человечность и доброта, она не ценится. Она воспринимается, к сожалению, как за слабость. И с недавних пор я понял, что к дебилам нужно относиться по-дебильному, ибо они человеческого языка не понимают. И, исходя из этого, я обращаюсь к тем, кому не нравлюсь я и не нравится мой контент. Ребята, идите нахрен отсюда, вам здесь никто ничем не обязан. И если вы относитесь ко мне как говно, в принципе, ждите такой же реакции. До определенного момента я старался в ЛС ответить абсолютно всем, ибо успевал это делать и видел в этом смысл. Но потом я понял, что, помогая людям или не помогая, ты все равно для них останешься говном. И тут применима мудрость. Ты еще раз помоги, забудут, один раз откажи, запомнят. И поэтому решать чужие проблемы я уже не вижу смысла, ибо на оказанную помощь человек может тебя потом назвать долбоебом или как-то обосрать. И, к сожалению, это очень частое явление. Поэтому тем, кому была реально нужна помощь, но я не ответил, ребят, сорян, и можете, в принципе, сказать спасибо той массе дебилов, которые не ценят человеческий труд и на оказанную помощь могут без проблем потом плюнуть в лицо. Кстати, многие почему-то думают, что ведя канал, у тебя появляется некая ответственность перед всеми теми, кто тебя смотрит. Ты ведь блогер? Ребят, я такой же, как и вы, и вы такой же, как и я. И, по сути, в сети никто никому не обязан. Это такое же мнение, как и ваше, только в видеоформате. И, как бы, если вы с ним не согласны, то это, как бы, не наши проблемы. Опять же, все находится в свободном доступе, и смотреть это или не смотреть, это ваш выбор. И, опять же, здесь влияет ассоциация и позиция канала. Это, знаете, как в школе, от дебила двоечника мало что можно ожидать, поскольку он всегда чудит, и все к этому привыкли. Но если какой-то капец сотворит отличник, все будут в шоке и сожрут его с говном, типа, как же так? Хотя отличник это такой же человек, как долбоеб двоечник, только отличник. Что касаемо денег, многих, наверное, беспокоит этот вопрос, ибо думают, что блогеры капец как богаты. А также при этом много людей пишут, типа, блин, я тоже хочу открыть свой канал, что посоветуешь? Таким людям я сразу отвечаю, что хочешь, то и открывай, и как бы, если ты гонишься за деньгами, то это плохая идея. Так как все это, это кропотливая работа, и не факт, что из этого что-то выйдет. Лично я из всего этого больше всего кайф получаю именно за счет фидбэка. Когда ты заходишь на свой видос и видишь, что хороший фидбэк, людям поэта понравилось, там много лайков, много обсуждений, и я ловлю именно с этого кайф. В этом весь интерес, а многие не понимают этого и гонятся за рекламодателями. Но, как вы видите по моему каналу, рекламодателей на самом деле не так много, как кажется. И, пользуясь случаем, хочу вам прорекламировать... Ничего, потому что, я же говорю, рекламодателей не так много, как кажется. И опять же, многие эту... И опять же, многие рекламу почему-то воспринимают как продажность, типа, фу, продался, отписка. Хотя, по факту, нет в этом ничего плохого, и чувак просто зарабатывает себе на хлеб. Ютуб, по сути, это для многих работа, это, по сути, заработок. И если кто-то что-то рекламирует, это не значит, что вы должны это купить или туда кликнуть. Это ваш выбор. Блогер лишь рекламирует, просто рассказывает об этом, грубо говоря, осведомляет вас о этом продукте. И при этом не принуждает вас под дулом пистолета купить это или там кликнуть по какой-то ссылке. И прежде чем куда-то нажать или купить, подумайте своей головой, а нужно ли вам это вообще. И да, вы же не хотите ТВ-канал за рекламу, ведь они, по сути, тоже ее продают. И, по сути, тоже многие там покупают лотерейные билетики, и никто ведь за это канал не хейтит. И тогда, собственно, в чем разница, когда что-то рекламирует блогер. И в любом случае, если вы адекватный, если вы в разуме, то это ваш выбор, и, по сути, вы решаете делать это или нет. Вам об этом продукте лишь рассказывают. У меня на канале всего лишь несколько рекламных роликов, и, на самом деле, я с них мало что получил. Вспомните тот же обзор имбы. Многие почитали, что это продажный ролик, это реклама, фу, отписка и так далее. Но мало кто знает, что я был сам инициатором данного видеоролика, и просто хотел записать ролик о том, что это вообще за энергетик, поскольку думал, что всем будет интересно. То есть, абсолютно все то, что было сказано в видеоролике, это мое мнение без каких-либо исправлений. Но многие за мое же мнение меня просто обосрали, посчитали, что я продался, типа, фу, отписка. Хотя при этом, на сегодняшний день, Зомби Русс или УДЖСИ свободно рекламируют данный энергетик, и всем похеру. Ну, чувствуете разницу, да? И в последнее время я, к сожалению, понимаю, что без рекламы каналу двигаться некуда. Ибо денег, чтобы нормально жить и, грубо говоря, чтобы делать какие-то масштабные проекты, их нету. И вся эта работа без рекламы, без дополнительного заработка, она не окупается. И чтобы дальше снимать, делать какие-то крутые проекты, нужна реклама. И поэтому в будущем, к сожалению, на моем канале, возможно, реклама это будет частое явление. Поэтому, сорян. И знаете, про рекламе, что или нет, то тебя все равно сажут когда-то с говном. Типа, несмотря на то, что, грубо говоря, все это время у меня почти не было рекламы, да, и если я буду рекламить, меня будут там хейтить и так далее. И как бы, по сути, ничего бы не изменилось, была у меня реклама или нет. Нормальная аудитория, нормальные люди, они не имеют претензий к рекламе, они понимают все это и как бы они не кричат о продажности. И вообще, скажу вам по секрету, те, кто кричат о продажности, продадутся даже за сотку. Поэтому здесь все довольно-таки относительно. И опять же, если на эту тему продолжить рассуждение, то если не прорекламишь ты, то прорекламит кто-то другой. И что в этом мире изменится? Ты лишь потеряешь копеечку, и дальше ты все равно будешь обосран теми хейтерами, которые тебя не особо долюбливают, да. И вообще, эти люди все равно бы когда-то ушли. Опять же, люди, которые понимают все это, которым нравится то, что ты делаешь, они никогда против такого не скажут, потому что они понимают смысл рекламы. Они максимум могут подколоть. А проходящие мимо зрителей и тем, кому я не особо нравлюсь, они будут воротить воду и, грубо говоря, хейтить за то, что в принципе нормально. Поэтому еще раз спасибо всем тем, кому нравится мое творчество и кто адекватно относится ко всем таким вот ситуациям. Другой вопрос на эту тему, когда ты позиционировал себя как непродажность, да, а потом ты начал продаваться, это уже другой вопрос. Но лично я, опять же, ничего плохого не вижу в рекламе. Ибо эта реклама, это некое спонсирование на розыгрыши, она помогает развить проект дальше. И вообще, по сути, это хлеб тех, кто делает контент, поэтому как бы здесь нет ничего такого. Кстати, большинство розыгрышей делаются, по сути, на наши же деньги. И без рекламы, без заработка, этого всего станет меньше. Да и вообще, мало кто ценит на самом деле эти розыгрыши, потому что выигрывая топ игру, даже иногда спасибо не скажут. Помимо рекламодателей, есть еще и партнерка, но с нее платят не так много. В среднем, с видоса, который собрал около 10к, можно получить около 300 рублей и выше. И теперь, в принципе, посчитайте, сколько таких видосов нужно заснять, чтобы более-менее нормально в месяц получать. Поэтому деньги, это не тот фактор, ради которого нужно заводить канал. Да, если это и бизнес-проект, у вас есть деньги на пиар, то это совершенно другая ситуация. Но, как по мне, моя деятельность должна мне нравиться, и только тогда я, возможно, добьюсь какого-то успеха. И то не факт. Плюс ко всему этому, несмотря на ваши старания, вам может просто не повезти. У тебя могут украсть канал, у тебя могут просто упасть просмотры, и ты, по сути, мало кому станешь нужным. Поэтому каждый раз нужно что-то придумать, привлекать к себе интерес, а это, на самом деле, не такая уж и простая умственная нагрузка. Опять же, если меня сейчас смотрят те, кто когда-либо делал контент или его сейчас делает, то они меня 100% должны понять. И самое, пожалуй, обидное в этой деятельности то, что чаще всего просмотр набирает те видосы, над которыми ты особо не старался. А те видосы, над которыми ты пыхтел и пыхтел не один день, нахрен никому не сдались. И потом, после этого, смотря на данную ситуацию, ты понимаешь, блин, а зачем я тогда это делал? Вот, к примеру, рубрика, где я проверял игры на себе, и с учетом того, что это нечто новое, это качественно сделано, это не зашло. Хотя суммарно на каждый из этих видосов я убил около недели, чтобы их снять, чтобы собрать ребят, чтобы придумать идеи и так далее. Представьте, около недели работы над одним видосом. Кстати, в принципе, именно поэтому на ютубе выскакивает какое-то говно, и дело в том, что его смотрят. Я наблюдаю за многими каналами и вижу, что какое-то говно и каналы с говно отношением к пользователям набирают в десятки раз больше, нежели те, кто делает это качественно и интересно. Опять же, я не приписываю себя ни к одной, ни к другой группе. То, что делаю я, лично мне нравится, и как бы я бы такое смотрел. Но как это для вас, решайте сами. Поэтому, подводя итог и делая вывод из всего этого, хочу сказать следующее. Все, что вы видите на медиаплощадках, на ютубе, вконтакте, в инстаграме, неважно. Это абсолютно все кропотливый труд тех, кто, грубо говоря, находится за этим каналом. И чтобы что-то в этом добиться, нужно пахать, нужно каждый день что-то придумывать и не обращать на хейт, который, грубо говоря, льется извне. И если у вас есть какая-то мечта, цель, то не останавливайтесь, идите и добивайтесь ее. Если вы рассматриваете ютуб и другую медиаплощадку в качестве денег, то я бы не советовал вам этого делать. Ибо если вам не повезет или у вас не выстрелит какой-то видос, то вы просто потеряете время и перестанете этого делать. Все это дело нужно просто полюбить и тогда у вас все это будет получаться. Также под конец видео я еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня подбадует, поддерживает и мотивирует. Большое спасибо вам и именно за счет вас мне дальше хочется продолжать это делать. На этом, в принципе, все. Вот такая вот обратная сторона канала. Если вам понравился видос, то ставь лайк, подписывайся на канал. Обязательно, прям обязательно напиши свое мнение обо всем этом. И большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok